А теперь о дне рождения самого молодого и, пожалуй, самого необычного книгохранилища города. Уже год в Петербурге работает библиотека комиксов. С собранием рисованных историй познакомилась наш корреспондент Полина Шувалова и в очередной раз убедилась, что самое интересное в книге – это картинки. Первой и единственной библиотеки комиксов в Петербурге на днях исполнился год. Раньше любителям рисованных историй приходилось разыскивать книги и альбомы в специальных магазинах или заказывать их через интернет. Теперь можно прийти в библиотеку, как обычно по паспорту оформить абонемент и взять комиксы на дом. Понял, что, к сожалению, в городе нет площадки, куда люди могли бы приходить и получать там, ну, по крайней мере, книги. Безусловно, вместе с книгами было бы здорово, чтобы они получали какие-то знания, то, что здесь мы тоже пытаемся реализовывать в библиотеке. И, кроме того, ну, какую-то актуальную информацию о том, что происходит в мире комикса. Главный стереотип относительно рисованных историй, что их читают те, кому книги не по силам. На самом деле чтение комикса развивает сразу два полушария мозга, поскольку человек одновременно считывает и картинку, и текст. Здесь представлены не только всем известные истории о супергероях, но и русские рисованные журналы, а также графические романы на серьезные темы. Один из таких комиксов в 92-м году даже получил Пуллицеровскую премию. Книжка американского автора Арта Шпигельмана «Маус», которая недавно буквально была издана на русском языке, собственно, это история об Освенциме. История, рассказанная в картинках об Освенциме. Ну, с одной стороны, это история о взаимоотношении Арта Шпигельмана со своим отцом, с другой стороны, это история того, как отец пережил Вторую мировую войну и как он смог пережить лагерь. Библиотека комиксов – не только место, где хранится большая коллекция альбомов и книг с рисованными историями, но и площадка по обмену опытом и мастерством между комиксоманами. Здесь можно научиться создавать комиксы самостоятельно. Владимир Лопатин любил рисовать с детства, но получил образование повара-кондитера и долгое время работал по специальности. Сейчас его увлечение стало работой. Он ведет мастер-класс по созданию комиксов. Многие молодые художники, которые горят с желанием «О, я сейчас нарисую комикс», многие просто не знают структуру его, как правильно размещать текст, как правильно делать раскадровку, что такое интуитивное чтение. И пытаются это делать интуитивно, по наитию и совершают какие-то ошибки. В советскую эпоху достать комиксы было сложно, да и мало кого они интересовали. Сейчас ситуация постепенно выправляется, и мы можем найти культовые истории про молодого журналиста Тин Тина, иранскую девочку из комикса «Персиполис» и рисованные рассказы про супергероев не только в специальных магазинах, но и в библиотеке. Кроме того, российские художники постепенно вступают на рынок комиксов. Сейчас популярность комиксов очень возросла. Очень много рекламных компаний, фирм, все переходят к форме подачи рекламы с помощью комиксов. Очень многие сейчас художники востребованы именно как иллюстраторы, и в рамках комиксов это вещь, которая оплачивается и оплачивается хорошо. Комикс как форму рассказа и истории признавали и художники, и литераторы. Финская писательница Туви Янсен, например, специально обучилась изобразительному искусству, чтобы нарисовать комикс по своей книге о мумий-троллях. Так что ни анимация, ни кинематограф, ни литература полностью заменить комикс не сможет. Лучшее тому подтверждение – это то, что альбомы и книги, собранные в библиотеке комиксов, никогда не покрываются пылью. Полина Шувалова, Невское утро.